Мусорная торнадо, частный сектор на ДД в Шевченковском районе города заполняет стихийные свалки. Люди считают, причина всему ликвидация организованного вызова отходов. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Вот такие горы мусора наблюдают жители поселка ДД и возмущаются работой коммунальщиков. Те, в свою очередь, отмечают, лишь единицы жителей частного сектора платят обонплату в размере чуть более 7 гривен с человека в месяц. Поэтому и мусор не вывозится, как положено. Люди же вспоминают, раньше в частном секторе были мусорные контейнеры и было чисто, но пару лет назад их убрали. С тех пор жители частного сектора собирают мусор в специальные пакеты. Оставленные у заборов кульки с мусором разбрасывают собаки и все их содержимое вываливается. Поэтому приходится собирать мусор и вывозить его самостоятельно. Вот и получается, отходы раскиданы, где попало, говорят местные жители. Очень много собак, бездомных и вообще собак бегают, которые без привязи. Они раздирают эти пакеты. Мы живем тут в мусоре. Когда-то у нас были баки, был порядок. Потом их убрали. Почему? Прямо останавливаются машины, выставляют пакеты и уже горы пакетов. Там, конечно, такое ощущение, что бомбежка произошла. Эти пакеты за тот период, пока они стоят, их выставили с утра, выставляют обычно или даже заранее вечером, то собаки успевают их разорвать до того, как проедет машина и соберет их. Как рассказал директор, ремонт из Запорожья Антон Крайнюк, значительные долги за вывоз мусора зафиксированы именно в частном секторе. Для решения проблемы предлагается, чтобы мусороуборочная машина ездила в определенное время по графику и собирала мусор у тех, кто заплатил за услугу. А таких, говорит, немного. Считает, как только люди поймут, что за это нужно платить, ситуация разрешится. Получается, чтобы не жить среди мусора, нужно не так уж и много. Жителям частного сектора платить за его вывоз, а коммунальщикам создать удобный график сбора отходов.